В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Адвокатская палата республики вступилась за арестованного в субботу коллегу Николая Чемчука, помощника которого взорвали в автомобиле на улице Армавирской в Уфе 28 августа. В палате планируют обжаловать решение об аресте, которое считают незаконным. О взятии Чемчука под стражу сообщает коммерсант Уфа. Так, по информации издания, адвоката задержали следователей в субботу в рамках уголовного дела, не имеющего отношения к подрыву автомобиля. А в воскресенье его поместили под арест в следственный изолятор. Обсуждается версия, что следователи сделали это в расчете получить какие-то показания по делу о подрыве автомобиля. Следствие информацию о задержании адвоката пока не комментирует. Ранее Николай Чемчук заявлял в интервью коммерсанту, что считает взрыв машины его помощника случайностью. По версии следствия, это могло быть покушение. Напомню, помощник адвоката, находившийся в момент взрыва в автомобиле, выжил. Ему ампутировали обе ноги. Три из четырех банков, зарегистрированных в Башкортостане, в августе этого года сократили чистую прибыль. Наибольшие темпы снижения в социнвестбанке почти на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, убытки кредитной организации выросли почти на 70 миллионов рублей. На 15% снизилась прибыль башком Снабанка. Символический минус в 0,03% показал Промтрансбанк 150 миллионов рублей. По данным портала Банкеру, прибыльными в регионе является лишь Уралкапиталбанк. Его доходы за месяц выросли на 7% или на 3,5 миллиона рублей, достигнув 52 миллионов. Количество участников Международного Уфимского марафона по итогам третьего забега суммарно превысит 10 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают около 3,5 тысяч бегунов. Старт в это воскресенье в 8 часов утра. Как заявил на пресс-конференции директор Международного Уфимского марафона, порядка 60% участников – новые люди. Маршрут забега традиционно пройдет по центральным улицам Уфы. Из-за ремонтных работ его немного пришлось скорректировать, отмечают организаторы. Каждый участник получит футболку, питание, электронную систему хронометража, питье на всех этапах забега и медаль на финише. В этом году у нас много своеобразных таких фишек, которых не было в прошлом году. Например, у нас в этом году будут благобегуны. То есть есть люди, которые бегут на марафоне и одновременно собирают деньги на благотворительность. Также в этом году у нас будет такая расширенная концертная программа и в час 50 на сцене на стадионе «Динамо» будет выступать Анна Семеновича. Также в числе новинок расширенный корпоративный зачет, в котором суммарно примут участие около 700 человек. Победители на каждой из четырех дистанций 3, 10, 21 и 42 километра получат денежные премии. Суммарный призовой фонд марафона 400 тысяч рублей. Общий бюджет, заявленный организаторами, порядка 13 миллионов, лишь 20% из которых покроют взносы участников. Генеральный партнер события – сеть торговых центров «Астром», титульный партнер отель «Шаратон», официальный информационный партнер телеканал РВК Уфа. Регистрация, расписание и маршрут забегов на сайте ufamarafon.ru. И информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар оценивается в 56,99 руб., евро – 68,69. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Темирбанке за 57,15 руб., продажа в Промтрансбанке за 57,40 руб. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Телекоммерцбанке и Уралкапиталбанке за 68,60 руб. По продаже в Россельхозбанке за 68,90 руб. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК.